Ожидаемый 5-6 мая визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван, а затем его поездка в Азербайджан 10-11 мая, о чем ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, вызвали реакцию в Ереване. В армянском экспертном сообществе заговорили о необходимости объявить Сергея Лаврова персоной нон-грата. Чем заслужил глава МИД Российской Федерации такое отношение? Как пишет армянская газета Лрагир, в Ереване Сергей Лавров выдвинет ультиматум по ряду вопросов, потом с отчетом отправится в Баку. Публикация издания показывает отношение к России значительной части населения Армении. Россия превратилась в страну изгоя с необратимой деградацией во внутренних сферах. Сейчас Россию в мире упоминают только в связи с отравлениями, хакерскими атаками, вредительством и шпионскими скандалами. Россия сейчас может цыкать только на Армению. Отмечается, что Россия провела террористическую войну против Армении в Карабахе, занимается политикой по расчленению Армении и упразднению ее суверенитета. А на предстоящих июня в неочередных парламентских выборах в Армении Москва намерена уничтожить остатки суверенитета Армении. Ситуацию в беседе с Калибер АС прокомментировал член экспертного совета комитета по международным делам Совета Федерации России, эксперт-аналитик Совета Безопасности РФ, кандидат психологических наук Анатолий Никифоров. Я начну издалека. У России напряженные дипломатические отношения с Соединенными Штатами, вводятся визовые ограничения. И совершенно понятно, что США сейчас будут играть со всеми своими дистанционными проектами антироссийской направленности, которые могут даже не иметь ни малейшего значения в глобальной политике. Армения является государством, которое в определенной степени не окрепло в своей государственности, находится под внешним влиянием Запада. Это касается и исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна. В Армении сейчас прозападные силы будут наращивать свое влияние на информационное пространство. Отсюда и взбросы про то, что Россия собирается расчленять Армению. Все это является прямым проявлением работы американских политтехнологов. Но добиться результата не получится, у России серьезный силовой ресурс. Конечно, в Москве хотели бы иметь вокруг себя партнеров, с которыми можно развивать взаимовыгодные экономические проекты. И то, что Сергей Лавров собирается приехать и в Армению, и в Азербайджан, показатель стабильности российской политики. Москва, безусловно, заинтересована в хороших отношениях и с Баку, и с Ереваном. Кстати, с Азербайджаном отношения выстроены. А вот в Армении сейчас непонятно, что творится. В публикации Ереванского издания отмечается, что объявление Сергея Лаврова персоной Нонграта может стать мощным сигналом. Кто может услышать этот мощный сигнал, не раскрывается. Наверное, они считают, что это будет сигналом для всего мира. Она маленькая, слабенькая, не особо кому-то интересная, кроме России. В Ереване могут обижаться на это. Но война с Азербайджаном все показала. Армения бежала, споткнулась, разбила нос. Сложные отношения и с Россией. Тут сигнал мировому сообществу. Вот есть Армения, которая готова и не боится объявить министра иностранных дел России персоной Нонграта. Ереван может влиться в идеологический антироссийский вектор Запада. Но это все как из известной басни Крылова «Слон и моська». И смешно, и глупо.